Институт экономики и управления. Вновременно, поскольку я, уважаемые коллеги, являюсь заместителем директора Института непрерывного образования, то по должности, по двум своим местам работы я достаточно хорошо знакома со структурами, системами управления. Мы очень много работаем по повышению квалификации профессиональной подготовки директоров школ, главных больниц. У нас, к сожалению, пока не очень учились сами главные муниципальные образования, но я думаю, что все у нас впереди. Переходя к той теме, которая была заявлена, сразу хочется отметить, что я постараюсь уйти от чисто научного подхода. И попытаемся в рамках времени, чтобы в регламент попасть все-таки, рассмотреть такой вопрос о том, как строится структура органов местного самоуправления, чем она отличается, каковы ее особенности, и каковы ее основные проблемы на данный момент. Вообще, говоря о том, насколько эффективно, как сейчас Николай Иванович говорил, насколько нерезультативно, а скорее эффективно деятельность органов местного самоуправления, приходится отметить, что 100% все определяется качеством их организаций. Само понятие организации, как и все в русском языке, крайне сложное, многогранное. Вы знаете, что организация у нас существует как понятие, как существительное. Мы не привыкли говорить о том, что если организация, то это просто группа людей, объединенных некими общими целями. Но с точки зрения структуры управления, приходится отмечать, что нам много приходится говорить об организации, как о неком процессе, то есть использовать это слово как глагол, как действие части и так далее. Все это определяет сложность этого понятия, и сразу отметим, что оно несет в себе как структурные, так и функциональные стороны. Для того, чтобы попытаться как-то более просто, может быть, сформулировать это, давайте вспомним, что структура управления, то есть организационные структуры, это как раз та самая задача, которая стоит перед главами любого муниципального образования, поскольку от того, насколько эффективно действуют эти структуры, зависит и результат, и качество вашей деятельности. Понятно, что существует законодательная база, которая определяет достаточно четко, что у вас делится на муниципальном уровне представительная власть, глава выделяется как отдельный элемент этой структуры, ну и местная администрация. Мы же поговорим немножко с той точки зрения, что организационные структуры управления бывают традиционные и органические, то есть современные и новые. И, говоря о современном периоде, приходится отметить, что, к сожалению, органы муниципального управления чаще всего существует стандартная, наиболее бюрократизированная структура управления, это линейно-функциональная. Я думаю, что вы это понятие слышали, для тех, кто, может быть, как-то не очень знаком, я очень коротко объясню. Есть стандартная линейная структура управления, которая строится по так называемому шахтному принципу. Ну, лучше всего ее видно всегда на таких отделах, как бухгалтерия или отдел кадров. То есть есть руководитель наверху, руководитель организации, есть начальник отдела кадров и есть специалисты отдела кадров. Линейная структура, вот смысл этой структуры определяется целями ее деятельности. Есть некая цель, это обеспечение эффективности кадровой службы, они и работают там. Структура, на самом деле, очень тяжелая. Она тяжела как для подчиненных, так и для руководителя. В линейной структуре отсутствуют возможности кадрового роста работников. Ну, представьте, что, ну, понятное дело, не вы, а ваша жена, например, там, или родственница попали специалистом в отдел кадров работать. У этих людей практически сразу же закрыты все возможности карьерного роста. Линейная структура предполагает некую изолированность и подчиненность только одному человеку. Также работают в бухгалтерии. Мы очень часто бухгалтеров вообще не видим, потому что работаем только с их начальником. Такая структура, кроме того, что она, ну, конечно, вполне эффективна может быть, она дает большую нагрузку на самого руководителя. Чем больше таких линейных отделов у вас в администрации, тем больше нагрузка ложится на самого главного. Поскольку линейные отделы все свои вопросы всегда решают, только через верх. У них нет горизонтальных связей, они не взаимодействуют друг с другом. И представить себе, что объединиться когда-то отдел кадров и бухгалтерии, это, в принципе, невозможно, кроме новогоднего корпоратива. Поэтому все основные вопросы по сведению в единое целое решает голова. Линейные структуры в чисто виде на муниципальном уровне, конечно, почти никогда не существуют. Основная структура, как я уже сказала, это линейно-функциональная. Когда все подчиненные, скажем так, ну, совсем упрощенно, если говорить, в администрации разделены сразу по двум ветвям. И по линейной, и по функциональной. По функциональной кто работает? Это функциональные руководители. Это человек, который занимается экономикой. Начальный комитет или как вы там красиво назовете по экономике. По социальным вопросам обычно отдельно существует начальник районного управления образования. То есть выделяется как некая отдельная функция решения проблем образования. И параллельно с ними еще существуют линейные руководители. Это бухгалтерия, отдел кадров. Обычно специалисты по закупкам теперь отдельно выделяются как группа. И поэтому структура является настолько бюрократизированной изначально. Никто не говорит о том, что бюрократические структуры управления в современном мире не существует. Все структуры муниципальной и государственной власти это бюрократические структуры. Несомненно. И вот в частности у нас в Бурятском госуниверситете есть такое задание. Если хочешь завалить студента, заставь его нарисовать структуру управления Бурятским госуниверситетом. Поверьте, это даже руководство не сразу сделает. То есть настолько много отделов, подразделений, они линейные, функциональные, они взаимосвязаны и иногда вообще никому не подчинены, что изображение этой структуры дает нам возможность понять, что управлять этой машиной крайне сложно. Так вот, даже на уровне муниципалитетов, когда зачастую там у главы на местах подчинения 5-7 человек находится, и то возникают те же самые проблемы линейной функциональной структуры. Ну какие, например, совершенно отчетливо понимаемые проблемы? Первая главная проблема – это то, что в таких структурах очень трудно оценить результативность действий каждого сотрудника. То есть что считать результатом действия, например, зама по экономике? Это его работа, его усилия, то есть его, которые он затратил на выполнение определенных видов работы? Или это все-таки качественное улучшение жизни населения? То есть если мы оцениваем того же самого зама по финансам, возможно, он там работал день и ночь, возможно, он не спал и остался у вас без отдыха, без отпуска, но при этом финансово никак в районе никаких улучшений не произошло. Вот, кроме того, существует такая совершенно тоже всем понятная проблема, как проблема отсутствия внутреннего взаимодействия между этими элементами. Все расселены, каждый решает четко свою поставленную перед ним задачу. И все это приводит к тому, что никогда не возникает некого единства, некого общего видения, некой единой концепции. Ну, для того, чтобы как-то более, может быть, понятно объяснить, я даже могу такой пример привести, что когда мы работаем с директорами школы, у нас всегда к ним главные претензии состоят в чем? Что вот выходит Иван Иванович, мы должны точно знать, какая основная идея в голове этого Ивана Ивановича является стратегической, как нам сейчас только говорил профессор Атанов, то есть в чем смысл он видит и миссию предназначения своей организации, к чему он ведет всех работников, а дальше внутри направление для, ну, по стандартным видам деятельности той же самой школы. Проблема муниципалитетов, прежде всего, всегда состоит в том же самом, отсутствие вот этой самой идеи, отсутствие той идеи, под которой все эти функциональные руководители могут объединиться. Ну, сейчас мы очень много в ЛОНД обсуждаем эту стратегию 2030, ну, та же самая логика, то есть вы знаете, что все стратегии пишутся по, ну, по некому шаблону, то есть демография, экономика, образование, здравоохранение и так далее. И получается так, что единственным интегрирующим фактором становится то, что мы называем миссией или смыслом существования вообще Республики Бурятия. И я понимаю, что у нас будет время высказать свои претензии, но, например, очень сильно напрягает, когда ты видишь миссию Республики Бурятия, основная строка – это достижение экологического лидерства в России. Но если мы будем ставить себе в качестве миссии Республики Бурятия, то есть смысл существования того, что для нас является самым важным, достижение экологического лидерства, тогда нам надо сделать точно так, как нам советует наш молодой депутат Уздун Кольвудуев, отказаться от стиральных корошков, перестать там пить газировку, перейти на чистую воду, ну и так далее. То есть когда мы ставим всей Республикой перед собой такие цели, мы становимся немножко, ну, мягко скажем, смешными в глазах соседей, которые ставят для себя в качестве миссии – это обеспечение там высокого качества жизни, каких-то экономических показателей и так далее. Способы решения этой проблемы могут быть, конечно, разными, но в рамках ограниченного времени я бы хотела предложить, вот говоря опять же о этой теме, о которой была заявлена, структуру управления МСЛОН. Единственный выход, который существует у нас сейчас – это соединение стандартной линейно-функциональной структуры управления с тем, что в теории управления называется матричное, проектное, бригадное способы управления. Это органические структуры управления, и выглядит это следующим образом. Вы все знаете, что сейчас финансирование осуществляется только по проектному принципу. И задача любого главы – это прежде всего обеспечение вот этого пакета проектов, которые в дальнейшем Республика может финансировать. Если раньше мы говорили о том, что любой муниципалитет должен разработать свою программу развития и под эту программу обеспечить себе ресурсы, то сейчас мы все прекрасно понимаем, что проектное финансирование – это достаточно опасная вещь, которая прежде всего не реализуется в рамках линейно-функционального подхода. Здесь нужно осознать, что если я как работник выполняю свою функцию очень четкую, выполняю ее хорошо, то, скорее всего, я не смогу увидеть перспективы и то, что, опять же, предыдущий выступающий говорил, я не осознаю и не увижу этой стратегии. Способом решения этой проблемы в бизнесе была найдена давно, это как раз те самые матричные или проектные структуры управления. Проще всего вы их можете увидеть, ну, например, самый понятный для, поскольку большинство мужчин, пример – это так называемое производство автомобилей или концепт-каров. Все понимают, да, чем отличается стандартный автомобиль, который вышел с конвейера, от концепт-каров. Вот концепт-кар – это стратегия. Автомобиль – это технология, это уже сегодняшний день. Так вот, производство концепт-кара, оно гораздо дороже, чем производство самого автомобиля. Это туда тратятся огромные деньги. Это огромные подразделения, которые работают только на идею. Возможно, эта машина появится на выставке и никогда не появится в производстве, а, возможно, она не появится вообще. Ну, любят производители автомобилей, например, рассказывать о том, сколько денег было потрачено на то, чтобы современные машины, такой любимый населением цвет, имели как серебристый. Вы все знаете, что если серебристой краской красит металл, то металл станет грязным, черным. При определенном освещении это совершенно безобразно, эта краска выглядит. Только на производство этой краски было затрачено автомобильное, чистое, чтобы она сверкала, эта машина со своих сторон. Было затрачено огромное количество денег. Но вот эти проектные структуры, которые работают параллельно с основным производством, они чем опасны? Они должны быть уничтожены всегда. Проектные структуры никогда не могут существовать долго. Затраты на них предполагают, что это очень дорого и очень по времени ограничено. Понятно, что на уровне муниципалитетов говорить о производствах таких, как на автомобильных гигантах, мы их не можем, но тем не менее, проектное финансирование составляет нас, все чаще нашу стандартную линейно-функциональную структуру управления, вводить в нее элементы из бизнеса. Так называемые проектные группы или в теории управления они называются бригады. То есть бригада предполагает, что существует некая группа людей, которые могут, умеют анализировать, могут посмотреть со стороны на какую-то идею, могут эту идею сформулировать. Бригады обычно работают временно, то есть это временные группы по разработке той же самой стратегии. Вот понятно, что практики всегда тех, кто работает в ВУЗе, будут критиковать за высокую теоретичность, за много красивых слов и отсутствие результатов. Но поверьте, что мы все очень много работаем как раз с некими проектами, с которыми связана ваша деятельность. Но в частности, я поскольку являюсь федеральным экспертом Министерства образования, мы постоянно заняты вот этой оценкой этих образовательных проектов. И побеждают, как ни странно, всегда только те, кто умеет проектировать, кто умеет быть смелым, кто умеет придумывать какие-то неожиданные вещи. Поскольку неожиданность, вот этот эффект неожиданности и новизна привлекают не только интерес, но и деньги. Ну, в качестве примера, вот можно даже привести, например, Усино-Озерск. Сенгельский район всегда отличается тем, что выдает совершенно неожиданные идеи. То есть идеи, в которых даже сама формулировка, она звучит странно. Но в частности, вот в этом году, в августе, они когда проводили педагоги свои совещания, они выдвинули идею педагогического форсайта. Сочетание слов, которые не говорит никому ничего вообще. Но тем не менее, как вы сами понимаете, вызывает интерес. А на самом деле это была стандартная идея общественного государственного управления, о которой мы много, долго говорим, зачастую безрезультатно. Поэтому изменение стандартной структуры требует от нас совершенно нового взгляда на разработку стратегии, на разработку проектов. Не может функциональный руководитель написать красивый проект. Проект будет функциональным. То есть мы опять перенесем в этот проект все виды своей деятельности и укажем те критерии, которые нам кажутся эффективными. Еще раз повторю то, с чего я начала. Эффективность работы участников этой структуры, элементов этой структуры, тех элементов, которые создают при взаимодействии с системой, полагается. Она зачастую, система не создается как раз из-за того, что каждый видит только свою функцию и ее выполняет. Очень много в теории управления говорим о том, что каждый руководитель обязан выполнять стандартные функции. Пункции планирования, организации, мотивации, контроля. Да, казалось бы, ну, нудная теория. Но при этом согласитесь, что мы хорошо умеем планировать, ну, не всегда, но более-менее, и контролировать. Функция мотивации теперь тоже у нас такая красивая, мы ее эффективным контрактами прикрыли, ну, как будто бы разработали целую систему мотивации. Вот функция организации всегда выпадает. Написать красивый план это ничего не значит. Главная задача это попытаться таким образом выстроить эту структуру, чтобы она сработала на реализацию этого плана. Поэтому я еще раз повторяю, что стандартная линейно-функциональная структура не справляется с теми задачами, которые сейчас стоят перед муниципалитетами. Кроме того, когда мы говорим о проектных моделях, мы должны представлять себе, что это не обязательно те работники, которые непосредственно у вас в подчинении. Поскольку дополнительная нагрузка на них, она может, наоборот, привести к каким-то, ну, тяжелым последствиям, перегрузу самого работника, к недовольству руководителем и так далее. Имеется в виду, что все-таки должны существовать некие специалисты, которые позволят вам посмотреть на свою работу со стороны. Но, опять же, я понимаю, что, наверное, ну, мне проще говорить про образованство, потому что я много лет работаю как раз с руководителями системы образования. Мы знаем их очень хорошо, в общем-то. Очень изумляемся тому, что у нас каждый раз, как в район, куда-то некоторые есть районы, куда не позвонишься, но и глава управления образованием с Тункой устали уже запоминать фамилии. Только одного запомнишь, смотришь, уже другой появился. Поэтому, ну, имея вот эту вот, эту реакцию, то есть понимая, что происходит в общем-то в системе образования, еще раз хочется отметить, что вот, ну, последний пример, насколько я понимаю, ну, это Баргузинский район, да. Говорили очень много о том, что необходимо вот для системы образования разработать новое видение проблемы кадрового обеспечения деятельности образования. Стандартная схема, у всех одно и то же. Привлечение молодых специалистов, там, повышение квалификации, переподготовка и так далее. Не работает эта схема, пока сам руководитель этой структуры, ну, то есть начальник отдела кадров управления, не увидит вот этого, ну, суперидеи или миссии, вот, ну, это слово, оно не очень, ну, употребляется обычно, то есть мы в качестве миссии обычно используем стандартный набор слов, но, тем не менее, согласитесь, что в жизни каждый для себя определяет эту суперидею. То есть кем ты себя видишь, к чему ты идешь, если девочка изначально видит себя мамой и женой, она будет несчастной, если она станет, там, бизнесменом, но не получит хорошей семьи, там, не родит детей. Если мальчик видит себя богатым и знаменитым, и, по-моему, не принесет в жизни радость, там, семейное благополучие и хорошее здоровье, там, допустим, спортивные достижения. То же самое с организациями. Все зависит от того, как и чем организация себя представляет. Согласна, что все эти идеи приходят скорее из бизнеса, но вы понимаете, что давно муниципальное управление муниципалитетами перестало быть, ну, как бы так, некой самостоятельной и независимой структуры. Но очень часто вы начинаете выполнять функции как раз предпринимателей. Это и выполнение, это участие в торгах болезненное, и реализация тяжелая, ФЗ-44, Сене тоже понятное. Это и поддержание деятельности муниципальных унитарных предприятий, которые тоже, в общем-то, как будто бы не должны существовать в структуре муниципального управления, ну и так далее. Поэтому, ну, подводя некий итог, я понимаю прекрасно, что говорить об этом, ну, мы преподаватели можем долго и бесконечно. То есть для нас это полчаса недвижима, конечно. Но тем не менее, хотелось бы просто, чтобы, может быть, вы когда-то в какой-то момент задумались, что только от вас зависит эффективность и результативность вашего труда. И если вы чувствуете, что вы устаете, и что вам приходится решать кучу разных проблем, скорее всего, виноватыми сами. Это означает, что ваши работники нечетко понимают свой функционал. Или зачастую этот функционал неправильно распределен. У нас всегда есть люди, которые там умирают на работе от нагрузки, и те, которые, как всем кажется, сидят и по сенсу на день играют. Все это определяется только руководителем. Правильное распределение ответственности, правильное распределение обязанностей. И еще раз повторяю, стандартная линейно-функциональная структура не позволит вам быть успешными в условиях проектного финансирования. Вам придется все равно принимать какие-то решения, организовывать эти самые проектные рабочие группы, определять, как вы их будете, чем и откуда, из каких жалких средств платить. Но варианты есть. Я могу привести пример даже вот то, что у нас учатся очень много студентов из разных районов. И отношение к этим студентам всегда... Ну что там дети учатся, как в школе учились, так и в университете. Вы поймите правильно, что они же у нас выпускные коллекционные работы по итогу пишут. И вот в этой работе зачастую возникают совершенно прекрасные идеи, которые можно реализовывать на местном уровне. Наши дети очень умные, ваши дети, которые учатся у нас. Они талантливые, и у них идей бесконечное количество. Они с большим интересом проводят расчеты позеленения, строительства спортивных площадок, строительства каких-то молодежных мест отдыха в муниципалитетах. И всегда с болью говорят о том, что это никому все равно не интересно. То есть можно организовать работу через них, вместе с ними. И их тоже нужно, и можно иногда слушать. Это возможности тех ваших сотрудников, земляков, скажем так, которые живут и работают в городе. Их тоже нужно использовать не только возможным для спонсорских средств, но и для того, чтобы они стали инициаторами вот этих новых проектов. То есть новая идея, красивая идея должна звучать. Мы должны узнавать район не потому, что мы вспоминаем, что они написали в газете, что там главы дерутся, и каждый новый обязан подраться еще со всеми окружающими. Не потому, что там прокуратура опять в очередной раз пришла и всех наказала. Мы должны узнавать по идеям, по брендам, скажем так. И желательно, чтобы эти бренды формировались совместно с населением. Поскольку, как уже опять же говорил Николай Иванович, стратегия, рожденная в голове только главы, скорее всего, будет нежизнеспособна. Спасибо. Вопросы есть? Бурятский госуниверситет всегда готов вам помогать во всех ваших начинаниях, в разработке ваших проектов, в консультациях каких-то. И поверьте, что это зачастую бывает очень полезно. То есть посмотреть на свою работу со стороны. Сейчас мы тоже участвуем в этих разработках стратегии 20-30. Буквально до завтра я должна там какие-то индикаторы написать красивые. Но получается на самом деле не очень весело. То есть сама стратегия выглядит, ну, мягко скажем, грустноватно. Как сказал один из участников обсуждения вчера, что когда я это читаю, мне становится очень грустно. Я не знаю, буду я жить в 20-30, но жить мне хочется сейчас. То есть какое-то такое немножко такое пессимистическое настроение, конечно, возникает. Но я надеюсь, что все у нас будет хорошо. Ну и приглашаем одновременно, поскольку я не только на ЦНК, но еще институт непрерывного образования, приглашаю вас учиться. В частности, у нас сейчас начались курсы по обучению специалистов по ФСЗ-44. У вас у всех есть такие специалисты, почти ни у кого нет специального образования, поэтому приглашаем. Ну, государственное муниципальное управление, это, конечно, кафедра вам расскажет. Ну и по многим другим направлениям. Просто обращайтесь.